Я хотел бы подтвердить то, что сказал Сенович, мы добиваемся открытия там и культурного центра, и консульского учреждения. И главный контекст, в котором все это происходит, он состоит в неурегулированности статуса Приднестровья. Это понятно. И мы играем активную роль в развитии так называемого процесса 5 плюс 2. 2 это две стороны, Кишинев и Тирасполь, а 5 это Россия и Украина в качестве гарантов и посредников, ОБСЕ в качестве посредника и США и Евросоюз в качестве наблюдателей. Наши западные коллеги постоянно пытаются этот формат изменить, изменив свой собственный статус, повысив его с наблюдателя до посредника. Но это, знаете, все это только отвлекает от существа. Важно не в каком формате и кто в каком качестве этим занимается, а в том, чтобы решать суть проблемы. Суть проблемы заключается в том, что мы давно проводим линию и твердо ей привержены, который заключается в том, что Приднестровское урегулирование необходимо осуществлять на основе подтверждения суверенитета территориальной целостности и конституционного нейтралитета Республики Молдова при обеспечении надежно гарантированного особого статуса Приднестровья. И вот фраза о том, что мы за решение ее в рамках суверенитета и конституционного нейтрального статуса, она имеет ключевое значение. Потому что сейчас многие наши западные коллеги, которые к этому вопросу проявляют интерес, не будем скрывать, активно стремятся убедить Кишинев, что евроатлантическая перспектива – это будущее этой страны, включая членство в НАТО. Мы объясняем, что не потому, что мы хотим кому-то чего-то запретить, а просто потому, что такова реальность. Приднестровье в НАТО не пойдет. И если будут желающие поломать вот эту формулу сохранения конституционного нейтралитета и в этом случае решение Приднестровской проблемы в рамках суверенитета Молдовы, то сломатой формулы будет означать просто кардинальное изменение всех координат в этом вопросе. И пытаются оказывать давление на Приднестровье, устраивают проблемы и с транзитом через эту территорию, и с свободной внешнеэкономической деятельностью Приднестровской Молдавской Республики, хотя соглашение 1999 года требует иного. И в этих условиях нам очень важно не поддаваться разного рода давлению. Мы убеждены, что на нынешнем этапе самое главное значение имеет решение этих экономических проблем, которые позволят региону чувствовать себя более свободно в плане и экономической деятельности, и решения социальных проблем. Наши же партнеры говорят, нет, экономика потом, вот сначала давайте решим политически эту проблему, а потом, в зависимости от того, понравится нам или нет, какие политические договоренности достигнуты, мы подумаем, как помочь в экономическом развитии Приднестровья. Вы, надеюсь, понимаете, так сказать, замысел. Мы этот замысел тоже понимаем, будем ему, естественно, противодействовать и добиваться решения проблемы на тех принципах, которые всеми были приняты. А вот формула, которую я привел, она была принята всеми участниками этого процесса. Для того, чтобы двигаться в этом направлении, нужно меры доверия, расширять экономическое сотрудничество, снимать ограничения на деятельность приднестровских предприятий, восстанавливать транспортные коммуникации. А в политическом плане нужно, чтобы Кишинев отказался от закона 2005 года, где предлагается решать приднестровскую проблему в рамках унитарного государства, то есть без особого статуса Приднестровья. И в этом, наверное, сейчас и заключаются главные проблемы. Продолжение следует...